Несмотря на довольно солидный стаж сотрудничества между профсоюзными организациями Белоруссии и Вьетнама, а установлены контакты были еще в 2004 году, представители вьетнамской стороны посещают нашу область впервые. А потом в ходе запланированных мероприятий делегаты стремились узнать как можно больше о том, как работает Брестское профсоюзное движение, а также поделиться своим опытом и наработками, что, к слову, является выполнением одного из главных пунктов, подписанного в Минске договора. Одним из главных пунктов, подписанного в Минске договора, является обмен делегациями с целью обмена опытом, обсуждения новых направлений и деятельности профсоюзов двух стран. Также он предполагает поддержание позиций друг друга на международных форумах и усиление сотрудничества между отраслевыми профсоюзами. Тесное сотрудничество в сфере защиты прав трудящихся – только одно из перспективных направлений работы. Члены любого профсоюза заинтересованы в том, чтобы их предприятия или организация работали как можно эффективнее, а потому разговор в рамках встреч не раз уходил в экономическое русло. Вопросы увеличения объемов товарооборота, а также оказания услуг, оказались в центре внимания. У Белоруссии и Вьетнама есть серьезный потенциал для взаимовыгодной деятельности во многих областях народно-хозяйственного комплекса. Что касается регионального сотрудничества, то действительно подняли, что это не только профсоюзная работа, необходимо развивать и профсоюзы организаций и у нас, и во Вьетнаме, как выразители, по сути дела, интересов и трудовых коллективов. То есть все заинтересованы в том, чтобы производить продукцию, ее реализовывать. Поэтому профсоюзы могут влиять в том числе и на выработку подходов и предложений для того, чтобы расширять экономическое сотрудничество. Не раз в рамках встречи представители обеих сторон отмечали, несмотря на географическую удаленность и разность культур у наших стран есть немало объединяющих факторов. А главное есть желание развивать диалог и партнерство, искать новые пути и способы взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах и отраслях, а также в укреплении дружественных связей.